Библейский урок на воскресенье 14 ноября 2021 года. Тема. Смертные и бессмертные. Золотой текст. Бытие. Бог сказал, «Теперь сотворим человека, сотворим людей по нашему образу и подобию. Они будут властвовать над всеми рыбами в море и над всеми птицами в небе. Будут властвовать над всеми крупными животными и над всеми мелкими тварями, ползающими по земле». Ответное чтение от Иоанна. Когда они нашли Иисуса на другом берегу озера, то спросили его, «Учитель, когда ты пришел сюда?» В ответ Иисус сказал им, «Истинно говорю, не потому вы ищете Меня, что увидели чудесные знамения, а потому что съели хлеб и насытились. Трудитесь не ради пищи земной, которая портится, а ради пищи, которая никогда не портится и приносит вам жизнь вечную». Эту жизнь дарует вам Сын Человеческий, ибо Бог, Отец наш, отметил Сына человеческой печатью Своего благоволения. Они спросили у Него, «Что нам следует делать, чтобы исполнить работу, угодную Богу?» Иисус ответил им, «Вот чего требует Бог, доверьтесь тому, кого Он послал, ибо хлеб Божий – это тот, кто приходит с небес и приносит в мир жизнь». Они сказали, «Господи, даруй нам этот хлеб отныне и вовеки». Иисус сказал, «Я и есть хлеб в жизнь приносящий. Кто придет ко Мне, никогда не будет голоден, и кто уверует Меня, никогда не будет томиться жаждой». Урок проповедь из Библии. Псалтырь. «Земля вся, пой Господу, будь счастлива, поклоняйся Ему, пой радость Ему. Знайте, что Господь Бог, мы творение Его, мы народ Его, мы овцы, падбище Его. С песнями благодарности вступайте в Его ворота, в храм Его с похвалою. Благословляйте Его, славьте имя Его. Господь наш велик, и любовь Его вечно. Доверие наше Ему навсегда. От Марка. Когда Иисус вышел из лодки, Он увидел ожидавшую большую толпу. Ему стало жаль этих людей, потому что они были подобны овцам без пастуха. И Он начал многому учить их. И покинув то место, Иисус направился в окрестности Тира. Когда Он входил в дом, то не хотел, чтобы этому знали, но не смог утаиться. Случилось так, что одна женщина, чья дочь была одержима нечистым духом, узнала про Иисуса и тотчас пришла туда и припала к Его ногам. Эта женщина была язычница, сирафиникиянка родом. Она стала умолять Иисуса, чтобы Он изгнал беса из Ее дочери. Иисус сказал, «Прежде дай насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить его собакам». Но она ответила Ему, «Господи, даже собаки под столом подъедают крохи у детей». Когда Он сказал ей, «За такой ответ ты можешь идти с миром домой, бес вышел из твоей дочери». И вернувшись домой, она нашла, что ее дочь лежит в постели, и бес вышел из нее. Иисус возвращался из окрестностей Тира, направляясь через Сидон и Десятиграде к Галилейскому озеру. Там к нему привели человека, который был глухим и едва мог говорить. И стали просить Иисуса возложить на него руки. Иисус отвел его в сторону и вложил свои пальцы ему в уши. Зател сплюнул и, коснувшись его языка, посмотрел на небо, глубоко вздохнул и сказал ему, «Ефафа», что значит «откройся». И тотчас тот стал слышать, язык его развязался, и он чисто заговорил. Иисус велел никому об этом не рассказывать, но чем строже Он запрещал, тем больше об этом все говорили. Люди были чрезвычайно изумлены и говорили, «Он все делает хорошо, Он даже возвращает слух глухим и дар речи немым». Деяние апостола. В воскресенье, когда мы собрались вместе, чтобы совершить вечернюю Господню, Павел беседовал с нами. Намереваясь отплыть на следующий день, он говорил до полуночи. В комнате наверху, где мы собрались, было много светильников. Павел все продолжал проповедь, и юноша по имени Евтих, сидевший на окне, понемногу стал засыпать. В конце концов, сон одолел его, и он упал из окна третьего этажа. Когда подняли его, был он мертв. Павел спустился вниз, припал к нему и, обняв, сказал, «Не печальтесь, ибо он ожил». Поднявшись наверх, он разделил хлеб и поел, и еще долго говорил с ними до самого рассвета, а затем ушел. Между тем они привели юношу домой живым и полностью, утешиваясь. Кремлянам. И потому, братья, мы не должны подчиняться своей греховной природе и исполнять ее желания. Ибо если вы живете, подчиняясь своей греховной природе, то вас настигнет духовная смерть. Но если вы с помощью Духа умертвите свою греховную плоть, то обретете вечную жизнь. Ибо кто ведом Духом Божиим, истинные дети Божии. Потому что Дух, обретенный вами, не превращает вас в рабов и не вызывает у вас новый страх, а превращает нас в детей Божиих. И восклицаем мы «Ава», что значит «Отец». Сам Дух подтверждает, что мы дети Божьи. И раз мы дети Божьи, то мы и наследники Божьи, как сам Христос, если мы принимаем страдания вместе с Христом, чтобы вместе с Ним обрести славу. Я считаю, что наши страдания в этой жизни ничего не значат по сравнению с грядущей славой, которая придет к нам. Ибо все сотворенное Богом с нетерпением ожидает того времени, когда откроется «Кто же Божьи дети?» Все сотворенное Богом было осуждено на суетность не по своей воле, а по воле осудившего. Но была надежда, что все сотворенное Богом освободится от губительного рабства и сможет пользоваться свободой и славой, принадлежащей детям Божьим. Мы знаем, что до сего дня все сотворенное Богом находилось в ожидании и страдала словно женщина в родовых муках. И не только все сотворенное, но и все мы, кому Дух достался, как первый дар общения Божьего, находились в ожидании и страдали внутренне, ожидая полного усыновления Богом и освобождения наших тел. Мы были спасены, у нас есть надежда. Но если бы мы могли видеть, на что надеемся, то это уже не было бы надежды, ибо кто же может надеяться на то, что он уже видит? Мы же надеемся на то, чего у нас еще нет, и терпеливо ожидаем этого. 1 Иоанна Подумайте, какую великую любовь Отец наш проявил к нам, позволил нам называться детьми Божьими, и мы на самом деле таковы. Потому мир и не признает нас, что не признает Его. Друзья мои дорогие, сейчас мы дети Божьи, и пока неизвестно еще, кем мы будем в будущем. Мы знаем, однако, что когда Христос явится снова, мы все будем подобны Ему, ибо увидим Его таким, каков Он есть. И каждый, кто связал свои надежды с Ним, ощущает себя так, как чист Христос. Из книги «Наука и здоровье» с ключом к Священному Писанию, учебника Целителя, написанной известной Целительницей Мэри Беккер Эдди. Бессмертие в настоящем. Необходимо провозглашать великий духовный факт, что человек есть, а не будет совершенен и бессмертным. Полезное знание. Вопрос, который каждый должен решить для себя, состоит в том, находится ли причинность в смертном уме или в бессмертном разуме. Мы должны отказаться от материи как основы и принять метафизическую науку и ее божественный принцип. Определение заблуждения. Верование, что страдания и наслаждения, жизнь и смерть, святость и нечестивость смешиваются в человеке, что смертный материальный человек есть подобие Бога и сам является Творцом, это роковая ошибка. Сущность человека духовна. Бог, без образа и подобия самого себя, был бы фикцией, вымыслом, ничем не выраженным разумом. У него не было бы свидетеля или доказательства своего собственного естества. Духовный человек есть образ или идея Бога, идея, которая не может быть ни утрачена, ни отделена от своего божественного принципа. Когда свидетельство материальных чувств уступило место духовному чувству, апостол заявил, что ничто не может отлучить его от Бога, от сладостного чувства присутствия жизни и истины. Человек неотделим от любви. Именно неведение и ложные верования, основанные на материальном восприятии вещей, скрывают духовную красоту и доброту. Понимая это, апостол Павел сказал, «Ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей». Учение христианской науки таково. Божественная любовь не может быть лишена своего проявления или объекта. Радость не может быть обращена в печаль, так как печаль не имеет власти над радостью. Добро никогда не может породить зло. Материя никоим образом не может произвести ни разума, ни жизни, заканчивающейся смерти. Совершенный человек, руководимый Богом, своим совершенным принципом, безгрешен и вечен. Гармония естественна. Гармония создается принципом гармонии, управляется им и пребывает с ним. Божественный принцип есть в жизни человека. Поэтому счастье человека не находится в зависимости от физических чувств. Истина не может быть осквернена заблуждением. Гармония в человеке так же прекрасна, как и в музыке, а дисгармония противоестественна, нереальна. Тщетный экстаз. Люди приходят в экстаз, представляя себя телесного иголу, хотя в их сердцах едва ли найдется искра любви. Однако Бог есть любовь, и без любви Бога, без смерти, не может проявиться. Смертные пытаются верить, не понимая истины. Однако Бог есть истина. Смертные утверждают, что смерть неизбежна, но вечный принцип человека – это всегда присутствующая жизнь. Смертные верят в конечного личностного Бога, тогда как Бог – это бесконечная любовь, которая обязана быть безграничной. Вопрос. Что есть человек? Ответ. Человек не есть материя. Он не состоит из мозга, крови, костей и других материальных элементов. Из Святого Писания мы узнаем, что человек сотворен по образу и подобию Бога. Материя же не является таким подобием. Подобие Духа не может быть настолько нисходно с Духом. Человек духовен и совершенен, и потому что он духовен и совершенен, его так и нужно понимать в Христовой науке. Человек – это идея, образ любви. Он не является телом. Он – это сложносоставная Божья идея, заключающая в себе все правильные идеи. Человек – обобщающий названия для всего, что отражает Божий образ и подобие. Сознательная индивидуальность человека открывается в науке, в которой человек есть отражение Бога – разума. И поэтому человек вечен. Он не имеет разума отдельно от Бога и не имеет ни единого качества, ни происходящего от Божества. Сам по себе человек не обладает ни жизнью, ни мудростью, ни творческой силой, а духовно отражает все то, что принадлежит его Творцу. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Человек не может пасть. Человек не способен на грех, он не может болеть или умереть. Реальный человек не может отклониться от святости, как не может Бог, создавший человека, породить способность или возможность грешить. Смертный грешник не является Божьим человеком. Смертные – суть подделки под бессмертных. Они – дети лукавого или зла, которые заявляют, что человек берет свое начало в прахе или в материальном эмбрионе. В божественной науке Бог и реальный человек неразделимы, как божественный принцип и идея. Смертные – не бессмертные. Заблуждение, доведенное до крайности, само себя уничтожает. Заблуждение перестает заявлять, что душа находится в теле, что жизнь и ум существуют в материи и что эта материя – человек. Бог есть принцип человека, а человек есть идея Бога. Следовательно, человек не смертен и не материален. Смертные исчезнут, однако появятся бессмертные, то есть дети Божьи – единственная и вечная истинность человека. Смертные – это не падшие дети Божьи. У них никогда не было совершенства, которое они впоследствии могли бы вновь обрести. С самого начала истории, смертные – они были в беззаконии зачаты и в грехе рождены. Смертность, в конце концов, поглощается бессмертием. Грех, болезнь и смерть должны исчезнуть, чтобы уступить место явлениям, которые присущи бессмертному человеку. Нетленное тождество. Познай этого смертный и ревностно ищи духовный статус человека, находящийся вне всякой материальной личности. Помните, что Святое Писание говорит о смертном человеке. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так и он цветет. Повеет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Бессмертие в настоящем Необходимо провозглашать великий духовный факт, что человек есть, а не будет совершенен и бессмертным. Мы должны постоянно пребывать в сознании жизни, и рано или поздно через Христа и Христову науку мы должны победить грех и смерть. Несомненность бессмертия человека будет становиться все более явной по мере того, как люди будут отказываться от материальных верований и признавать бессмертные факты бытия. Аминь. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Для этого нажмите на кнопку Подписаться под этим видео. После того, как вы нажали Подписаться, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на электронную почту. Выберите Получать все уведомления и нажмите кнопку Сохранить. Спасибо за поддержку.